На данной машине имеется система централизованной смазки. Она сама активируется, у нее есть время работы, время паузы, все это установлено. Но, тем не менее, смазку необходимо закладывать и знать некоторые моменты. Поднимайся сюда. Значит, вот емкость нашего увеличенного объема. Смазка закладывается через вот эту масленку. Не допускать, конечно, попадания инородных предметов в бачок. Так как у нас имеются распределители, который установлен на каждом, на измельчающем аппарате, на ускорителе выброса, на питающем аппарате, и на задней оси. То есть у нас в распределителе имеются секции, в которых установлены плунжера. они при попадании туда инородного предмета, то есть пыли, грязи или там какой-то остатков кромовой массы, они останавливаются, заклинивают. Таким образом у нас распределитель весь перестает работать и, как следствие, вся смазка. Поэтому у нас здесь стоит клапан ограничения давления. При заклинивании данного распределителя срабатывает клапан ограничения давления. И у нас появляется сообщение. На одном из распределителей установлен датчик циклов, который отслеживает. Сейчас покажу его на той стороне. На что хотелось обратить внимание, что, конечно, смазку с пыльцом закладывать не очень удобно. У нас имеется такая быстроразрывная муфта. То есть можно либо приобрести это, либо у нас купить шприц, который быстро наполняется, вставляется тюбик со смазкой и сюда смазка быстро перемещается со шприца в эту емкость. Таким образом, не тратя много времени на это обслуживание, закачивается смазка довольно-таки быстро. У нас на машине также установлена система внесения консерванта. Вот у нас, значит, вот бак. Вот заливная горловина. Сюда заливается вода. Также сюда заливается маточный раствор. Затем этот консервант подается сюда. И здесь есть возможность. Либо мы его сливаем. Вот этот кран необходим для слива. Если мы прекратили работу и не планируем завтра или в ближайшее время работать, то кран открыли, весь консервант слил. Это обязательно надо делать. Чтобы там вот эта вода, вот этот консервант не закисал, ничего там, никакие бактерии не скапливалось, мы его удаляем с бака. Кран открыли, он слился на землю. Это все органика. Затем кран закрываем. В таком положении у нас уже консервант будет попадать к нашему вот этому крану и к насосу. Вот этот кран нужен для того, чтобы сюда подключить, у нас имеется там шланг, мы его подключаем к емкости и закачиваем, промываем наш насос с фильтром и форсунку. Также стоит не забывать, что при постановке машин на хранение, особенно в зимний период, если здесь останется вода или консервант, то наш насос и фильтр может разморозиться. Поэтому обязательно сюда закачивать незамерзающую жидкость. Ни в коем случае нельзя сюда закачивать антифриз. Попадет в корм хотя бы незамерзайку, либо что-то спиртосодержащее. Ну, незамерзающую жидкость. Если консервант готовится неправильно, то он выпадает в осадок и вот эти комки нерастворенного консерванта могут попадать в систему, поэтому у нас установлен фильтр. Его периодически необходимо очищать, если какая-то проблема появилась. Вот, его достаточно выкрутил, промыть теплой водой, выдуть и установить назад. Затем у нас установлен вот этот датчик-расходомер, датчик потока. Значит, машина контролирует норму внесения, и мы можем эту норму внесения с терминала изменять. Затем идет насос, и все это идет к нашей форсинке. На данной машине установлена система стрим-контроль. Она необходима для изменения дальности выброса. То есть у нас имеется три режима работы, которые мы можем изменять из терминала. Первый режим – это маленькая дальность выброса, второй – средняя и максимальная. То есть с помощью данного электропривода вот этот щиток изменяет свой угол и подает массу либо ближе к центру ротора ускорителя, либо дальше. Если подается ближе к центру ротора масса, то она имеет возможность ускориться, ну, набрать большую скорость. Из-за этого дальность выброса увеличивается. Ну, это необходимо, если мы отбиваем загонки, да, и нам необходима дальность выброса, техника движется с нами сзади, и расстояние очень большое. Либо, когда наша масса очень мелкая, маленькая, когда неурожайный год, то можно также использовать дальность выброса. Установлена у нас зернодробилка, конкрекер. Он необходим для того, чтобы повреждать зерно кукурузы. Значит, зазор между вальцами при установке калибруется, устанавливается в терминале. Во время работы он, ну, его можно изменить. Ну, вот примерно вот такой вот распределитель вот на конкрекере установлен. Он такой же вот здесь вот есть. Вот здесь вот такой распределитель есть, про который рассказывал про централизованную смазку. Поэтому стоит всегда обращать, что во время работы смазку закладываем чисто аккуратно, потому что этот распределитель может попасть в него инородный предмет, и его игла зависнет, и распределитель перестанет работать. Соответственно, подшипники, которые установлены на конкрекере, могут выйти из строя. Ну, и не только на конкрекере, также на других узлах. В нашей машине установлено вари-стрим. Система необходима для того, чтобы предотвратить забивание машины. Вот, масса, если поток массы резко увеличивается, и проходя, чтобы не забило наше подбарабание либо заднюю стенку на ускорителе, она у нас имеет свойство отходить. На этих пружинах задняя стенка отходит, и поток массы, который резко увеличился, проходит беспрепятственно. Задняя стенка отошла, вернулась назад. Это все настраивается перед выездом. При переоборудовании это все настраивается один раз, и в процессе эксплуатации, в принципе, оно не требует каких-то дополнительных настроек. Но если произошло забивание машины, такое очень редко бывает, по каким-то там причинам. Например, бывает такое, что просто механизатор забыл включить максимальные обороты двигателя, и заехал за гонку, и машину забило. В этом случае предусмотрены щитки, которые мы можем открыть, и освободить поток кормовой массы от этой массы, если забила машина. Значит, один установлен внизу, перед зернодробилкой, открывается, можно вычистить. У нас имеется вот щиток, для того, чтобы, если произошло забивание машины, мы можем открыть его, и массу извлечь оттуда. Открывается вот эта скоба, вот эта, и щиток открывается. Откручивается вот эта скоба, и это, и щиток открывается. Удалили, закрыли назад, и пробуем запускать барабан. Если забивание произошло машины после зернодробилки, можно открыть вот этот лючок, и произвести очистку шахты здесь. Также у нас на силосопроводе имеются еще вот эти лючки, которые мы можем открывать и очищать уже сам силосопровод. Но, повторяю еще раз, что это происходит очень редко и происходит из-за какой-то несправности. Например, если у нас там износился щиток, и поток массы ограничен, либо он упирается, то есть у нас есть грань сопротивления. Навсегда листы должны стоять немножко со ступенькой, чтобы, когда масса идет, она не упиралась в щиток, а проходила беспрепятственно. На машине установлен блок радиаторов для охлаждения надувочного воздуха, охлаждающей жидкости и гидравлического масла. Также топлива. Значит, необходимо его также контролировать, периодически очищать. Значит, вот этот конус, сетка, имеет множество минимальных отверстий, маленьких отверстий, для того, чтобы сюда не проходила растительная масса. Значит, через вот этот заборный дефлектор остатки забираются и вытягиваются ускорителем выброса. То есть наш ускоритель выброс, это все производит очистку вот этого конуса сита, но какая-то остаточная пыль может сюда проходить. С той стороны у нас установлен вентилятор. При прохождении воздуха радиаторы охлаждаются, но при повышении одного из параметров температуры надувочного воздуха, жидкости охлаждения двигателя, либо гидравлического масла, электроника машины поднимает число оборотов вентилятора и охлаждает этот блок радиаторов. Также у нас имеется функция на машине реверсирование вот этого вентилятора. Необходимо для того, чтобы очистить от пыли наш блок радиаторов. Запрограммировано это раз в час, реверсируется вентилятор и блок радиаторов очищается, доочищается. Несмотря на то, что на машине установлена система централизованной смазки, у нас имеются точки, которые необходимо смазывать вручную. Вот, значит, у нас имеется схема, сама машина рисована и нарисованы локальные точки. Вот. Каждые 100 часов эксплуатации это по машине, также по зернодробилке. Несмотря на то, что централизованно мажется, каждые 100 часов мы промазываем еще дополнительно. Также и наши подшипники. Питающий аппарат. Ну и наша система централизованная смазка. То есть здесь вот схема, все указано, показано, ну, на всякий случай. Теперь мы рассмотрим органы управления данной машины, а также терминал. Поднимемся в кабину. Спасибо. Спасибо. Спасибо.